Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Дарья! Очень рада с вами познакомиться, очень рада, что вы сегодня нашли время и пришли в нашу студию. Ирина Владимировна, недавно ваши ученики вернулись с международного конкурса. Расскажите, где побывали ребята, ну и, конечно же, самое главное, что представляли и за что получили столь высокие награды. Значит, мы были в городе Сочи на заключительном очном этапе 5-й международном конкурсе научно-исследовательских практических работ. Дети работали в течение всего года. Мы отправляли заочно работы. Данные работы, которые сегодня ребята будут представлять, они заняли призовые места. Нам было выслано приглашение, в ходе которого мы совершили вот такую длительную поездку. Но поездка была очень интересная. Дети расскажут, как они защищали работы свои. Все две работы были удостоены высокой награды, как вы видите, медалями и кубками, и грамотами. Дипломы первой степени. Судя по результатам, Ирина Владимировна, я так понимаю, что в вашей школе проектной деятельности уделяется очень большое внимание. Действительно, практически с первого класса вы учите детей писать, учите детей защищать и, более того, добиваться высоких результатов. То есть сразу нацелены на получение хорошего результата и высокой награды. Немножко вас даже поправлю, даже не с первого класса, а с дошкольного обучения. У нас в школе уже несколько лет, порядка 10 лет существует школа адаптации детей к школе. И когда дети заканчивают эту подготовку к школе, они защищают свои проектные работы. Потому что по требованиям федерального государственного стандарта проектное исследование на первом месте стоит. И вот детки у нас, малышки при поступлении в школу пишут свои, хотя небольшие, но очень интересные проектные работы. И в ходе защищают свои проектные работы. И как бы им идет зеленый свет в первый класс. Вы знаете, так вот интересно. И они эту работу продолжают. Вот пример этих детей, которые уже сейчас в шестом классе. Но они эту работу начинали вот с самых маленьких. Ирина Владимировна, несмотря на то, что вы уже сказали, что более 10 лет проектной деятельности в школе на постоянной основе ведется, не перестают ли дети удивлять вас выбором тем? Ведь это каждый год нужно придумать, нужно найти что-то интересное. То, что до тебя, ну, как-то вот еще никто не осветил. Не поработал в этой теме. Да, вы знаете, очень интересное. Потому что дети всегда, они когда маленькие, они, конечно, у них все интересуют, что, почему и как. Конечно, для них любая тема очень интересна. Но мы их немножечко направляем, как бы, что сейчас актуально. Они же в работе пишут всегда актуальность. Вот Наташа, например, работа была очень актуальна, потому что был год волонтеров. И мы написали эту работу, провели огромную практическую работу, не только теоретическую. И работа, конечно, показалась очень интересной. И мы ее будем продолжать, когда даже и не будет этот год волонтерства. Потому что работа, на самом деле, очень интересная. То есть, получается, очень многие проекты, у них появляется вторая жизнь после защиты. То есть, они не делаются только лишь для того, чтобы принять участие в конкурсе. Они все-таки проходят какую-то апробацию, и если они показывают свою эффективность, то вы их оставляете, берете за основу в своей деятельности. Да, конечно, конечно. Поэтому, значит, здесь нам очень большую помощь оказывают еще и родители. Потому что, например, база школы, где проводить исследования, например, не дает таких возможностей. Поэтому родители нам помогают. Вот, например, сейчас есть работа у Миши, как влияние велоспорта на здоровье человека. Конечно, нам большую работу оказали наши медицинские работники, как медсестра Валентина Васильевна. И, конечно, мама, которая работает, тоже связана с медициной. Вот все исследования нам тоже помогала обработать, показала современное оборудование. То есть, эти работы нам помогают не только, чтобы писали мы только в рамках школы. Мы выходим, знакомимся с интересными людьми. Мы выходим на экскурсии, знакомимся с работой ближе родителей. Потому что Миша, например, увидел, как мама работает в действии. Поэтому эти работы продолжают свое действие. И в результате, что, конечно, детей заинтересовывает очень. С этими работами мы выходим и для младших школьников показываем, и уже до школьников в детский сад мы выходим с этими работами тоже. Поэтому я думаю, что круг детей на следующий год уже будет не два человека, а больше. Дарья, расскажи о своем проекте, чему был посвящен уже немножечко. Ирина Владимировна коснулась этой темы. Но мне бы хотелось, чтобы ты более глубоко раскрыла сейчас свою работу. И чем она именно заинтересовала тебя, вот эта тема? Почему ты выбрала именно волонтерство? 2018 год, назван Годом Волонтера. И волонтеры – это люди, которые любят страну, и они хотят сделать жизнь на планете Земля лучше. И мы с моим классом решили создать волонтерский отряд под названием «Твори добро», чтобы делать больше добра. Волонтерский отряд под названием «Твори добро». Волонтерский отряд под названием «Твори добро». Что удалось вам совершить? Какие добрые дела вы успели за этот год сделать? Мы помогали животным из приютов. Мы приносили в школу корма для животных. То есть вы проводили социальные акции, в которых участвовали не только ваш класс и ваш отряд, но, наверное, участвовала вся школа, да? Да, конечно. То есть все были вовлечены в ваш процесс? Да. Какие еще акции прошли? Бой снегу. Мы ходили в детский сад «Золотой ключик» у Зенцова и расчистили все дорожки детского сада. А где было скользко, мы рассыпали песок. Ну, это вот все мы помним прошлую зиму, она была очень снежная и очень холодная, и вы решили помочь коммунальным службам, в том числе, в расчистке города после снежных завалов. Да. Только в одном саду удалось поработать? Нет, еще в садике «Василек». То есть вы решили помочь своим младшим друзьям. Как ты считаешь, зачем нужно волонтерство? Ведь это, по сути, безвозмездный труд. Но ты там, понятно, что-то делаешь, но ведь ты за это ничего не получаешь. Ну, хочется, чтобы мир был намного добрее и чтобы люди понимали, что можно сделать эту жизнь добрее. Будет ли продолжена эта деятельность дальше, Даша, или после защиты вы оставите проект и приступите к тому же? Будем, конечно же, продолжать еще. Будем участвовать во многих акциях в нашей гимназии, и не только. Мне еще интересен такой момент, насколько поддержали тебя твои одноклассники и друзья, когда ты вышла с предложением создать такой волонтерский отряд. Они очень обрадовались, и они решили поддержать меня, и мы создали волонтерский отряд под названием «Твори добро». Очень много всего хорошего. Да, Ирина Владимировна, удалось ребятам совершить за один год. Только за один год, я подчеркиваю. Да, очень много мы провели в этих акциях. У нас очень класс дружный, и поэтому только не внутри класса мы проводим эти акции, потому что мы проводим и с начальной школы привлекаем, и с старшеклассников. У нас очень много этих детей, которые участвуют и в районных мероприятиях, волонтерами работают. Поскольку в районных мероприятиях проходят, обязательно наши дети принимают очень-очень активные участия. Сейчас велоспорт становится с каждым годом все более популярным. В городах строятся велодорожки. Даже в нашем городе появились отдельные дорожки для любителей этого вида спорта. Миш, почему выбрала такую тему? Велосипед сейчас очень популярен в наши дни. Он приносит пользу как и для нас, так и для окружающей среды. А каким образом приносит пользу велосипед для окружающей среды? Ну, например, если автомобиль, он выбрасывает лишние отходы, которые портят экологию. Велосипед еще не выбрасывает никаких вредных веществ. Занимает мало места. Мало места. Он просто в эксплуатации, в обслуживании. Да. И мы улучшаем тем самым свое здоровье. Но ведь ты не просто взял велосипед, ты провел целое исследование о том, как влияет велоспорт на здоровье человека. Какие выводы ты сделал? И кто участвовал в твоем эксперименте? Выводы я сделал такие, что если ежедневно кататься на велосипеде, то улучшает самочувствие, повышается иммунитет. И я катаюсь сам, и мой папа катается. И вот каждый день мы с ним катаемся. А сколько примерно необходимо в день проезжать часов на велосипеде, чтобы всегда быть в тонусе? Сначала надо провести мышечные тренировки, чтобы сесть в велосипед и ничего не растянуть. И сначала надо кататься 15 минут. И это зависит от того, выпить, пить, главное воду пить, не газированную, а обычно. И сколько примерно? Ну, то есть начинать нужно с малого, и до какого промежутка нужно довести это время? Ну, вот в идеальном? Ну, где-то, наверное, час, 15 минут где-то. Ну, где-то от 15 до часа, это то самое время, проехав которое на велосипеде, человек, в принципе, будет всегда находиться в тонусе. Миш, а что же делать зимой? Зимой ждать лето. Ждать лето, или можно все-таки велосипед заменить на какое-то другое приспособление? Зимой можно заменить велосипед на лыжи. Это тоже полезный вид спорта, который повышает здоровье человека. Миш, вот Ирина Владимировна уже сказала о том, что, конечно же, в любых ваших проектных работах самые главные помощники для вас это ваши родители. Как твоя семья помогала тебе в реализации этого проекта? Ну, мама мне помогла тем, что показала оборудование, которое помогло мне вывести вывод, вывод, который после этого я сделала после катания велосипеда. Что это за оборудование? На чем проходили измерения? Измерение давления и пульс человека. И это все заносили, наверное, в какую-то таблицу? Да. И делали после этого вывод. И какой вывод у тебя получился вот в результате? Я так понимаю, что объектами исследования выступал ты и твой папа? Да. Какие выводы сделали вместе с мамой? Выводы, что велосипед это очень полезный вид транспорта, которым еще и есть будущее. Ирина Владимировна, вы когда почитали выводы, не захотелось ездить на велосипед? Или вы тоже катаетесь? Катаемся, катаемся. У нас мы тоже очень занимаемся спортом и стараемся это пропагандировать, потому что я заведую учебно-воспитательным процессом в начальной школе. У меня все молодые родители и молодые педагоги в начальной школе, поэтому мне тоже отставать нельзя. Поэтому у нас за здоровый образ жизни в обязательном порядке. Все учителя по нашей трассе обязательно осенью используют велосипед, а зимой на лыжах. И почти что 100% учителей посещают фитнес в обязательном порядке. Поэтому, чтобы быть вместе с детьми и помогать им выполнять эти научно-сельские работы, мы, конечно, от них не должны отставать. Как проходила Ваша защита? Миша, волновался ли ты, когда представлял свой проект в Сочи? Я волновался. И когда выходил на сцену, очень боялся, что где-то ошиблюсь. Каждую букву наизусть учил. Ну и как все прошло? Идеально. Что тебе сказали члены жюри, что тебе сказал педагог, который вместе с тобой был в Сочи? И члены жюри меня похвалили, сказали, что в таком же духе еще лучше. А учитель сказал, что надо делать еще больше работы. Ты будешь продолжать изучать велосипед или в этом году у тебя немного другие планы? Ну, немного другие планы уже. О чем будет твой проект и что в этот раз будешь исследовать ты? В этом году я хочу сделать доклад про Средневековье. Какой период, что происходило. и какие главные события были. То есть ты решил двигаться в историческом плане? Тебе очень нравится. Миш, а кем мечтаешь ты стать, когда вырастешь и станешь большим? Будешь ли ты врачом, как твоя мама? Ну, не знаю. Ну, скорее всего, да. Наверное, все-таки выберешь медицину. Да. Нравится медицина? Да. Чем привлекает? Я помогаю всем и в главную очередь это помогаю людям, которые нуждаются в помощи. Дарья, как проходила защита твоего проекта и как тебя принимали в Сочи? Ну, я тоже очень сильно волновалась. Тоже, когда выходила на сцену, мне было страшновато. Но все обошлось. Меня жюри тоже похвалили. Учителя сказали, то, что все хорошо, будем еще готовить много проектов. Какие планы у тебя на этот год? У меня проект про биологию, ботанику. Я хочу рассказать про свою собаку, про ее породу и сколько ей лет, как за ней ухаживать. То есть вы, в принципе, выбрали совершенно новые области для исследования. И в этом ведь тоже интерес составляет в первую очередь для самих детей, что они достаточно свободны в выборе и темы, в выборе области и в том числе это влияет на их дальнейшее развитие. Темы были выбраны, во-первых. Вот наша поездка, я думаю, что это очный тур. Мы, конечно, каждый год участвуем в районных мероприятиях. У нас районные научно-практические конференции проходят. Но там уровень немножечко в том плане, что дети были со всего мира, можно сказать, потому что международные конференции. Поэтому дети прослушали сначала ряд выступлений других детей. Очень были темы интересные. И познакомились с детьми. Потому что мы были там несколько дней. Поэтому переживали за детей. За нас переживали. Но дали нам тоже очень высокую, хорошую оценку. Получается, все эти конкурсы дают определенные толчки к дальнейшему развитию. Конечно. И мотивацию, наверное, на получение такого же высокого результата. Да, ну мотивация. Во-первых, вы знаете, что дети уже стали более свободными. Потом они научились, как себя вести в большой аудитории. Как представлять свой проект. Потом, значит, очень переживать друг за друга. То есть, это, знаете, дало большую оценку. Поэтому дети приехали, поделились опытом со своими одноклассниками. И с другим классом сделали выступление. Я думаю, что мы заинтересуемся своей работой. Ребят, что бы вы пожелали тем детям, которые еще только стоят перед выбором темы для своей исследовательской работы? Миша. Ну, главное, это здесь, чтобы все сначала выбрали тему, которую они хотят делать. И уже потом выпределись, куда идти. Ну, самое главное, я считаю, то, что им нужно выбрать тему, которая им нравится, и рассказать и создать проект, и создать презентацию, и не бояться ничего, и чтобы у них все получалось. Ирина Владимировна, а в чем секрет успеха? Как сделать так, чтобы проект быстрее? Я думаю, тоже это, во-первых, заинтересованность детей, чтобы дети были вот так заинтересованы работой, чтобы впереди у них был хороший-хороший результат. Поэтому, а учителя, или как у нас научный руководитель, мы всегда за и всегда поможем. И думаю, что и родители нас тоже поддерживают. Потому что эта работа очень интересная. И думаю, что мы ее будем обязательно продолжать. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашей студии. Я поздравляю вас с победами на Пятом международном конкурсе научно-исследовательских работ. Будем следить за тем, как будут развиваться дальше ваши проектные работы. И, возможно, что-то возьмем на вооружение, Ирина Владимировна. И не только для реализации непосредственно в вашей школе, а, возможно, и на территории Одинцовского района. Почему нет? Да, почему бы и нет. Конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо, Ирина Владимировна. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»